Так, сегодня посмотрим выставку студентов базы, которая называется «Беднейший класс животных» и которая, согласно аннотации, занимается критикой антропоцентов. Вот аннотация, конечно. Впервые в этом помещении, очень специфическое помещение. Громездные такие, ну это винное хранилище. Я так понимаю, никто никогда не предполагал, что будут совершаться выставки. Современного искусства. Зацикленное видео, лошадка бегает очень мило сделано. Ну и работа создает фончик приятный. Идем дальше. Так, вот я просто хочу еще показать специфику помещений. Такие круглые стены, которые, тем не менее, нельзя сверлить. Да, вот тут такие стоят смешанные штуки. О, которые иногда даже издают такие пискающие звуки, как ласточки. Так, дальше у нас живопись, которую надо смотреть согласно аннотации в режиме инверсии света. Но я пробовал, и особо ничего не меняется. Ну как, меняется, но восприятие картины не становится ни лучше, ни хуже. Вот, картина воспроизводит известную картину «Овцы птиц». Репродукция которой здесь повешена на стеночку. Зрители немного, скажу сразу. Так, здесь работа, которая вызвала у меня ряд вопросов. Тут апельсины лежат, и лежит бойлер. Мне рассказали, что в Москве бойлеры ставить запрещено. Вот. Но есть вот завод, который их производит. Поэтому выставить бойлер в Москве, это может быть, если информация, которая у меня есть, правдивая. Это довольно радикальный жест. Так. Ну, как видно, уже, наверное, выставка в основном про животных. Рисуночки. Птичий язык. Ну, опять-таки, работа студенческая, поэтому нужно принимать во внимание там ограниченные бюджеты и все такое. Но, как по мне, выставка, если сравнивать ее с тем, что делает Кама, концептуально все-таки более сбито, что ли, более продумано. То есть, хотя бы, по крайней мере, есть связь между работами. Некая общая тема. Вот. Целая палатка с интересными такими вспышечными ночными фоточками. Это все можно купить на выходе. Ну да, здесь нельзя бить стены, это катастрофа. Нельзя бить стены, потому что, видимо, боятся, что этот весь кафель поотваливается. Ну вот, довольно веселая серия ругательств и различных йогических положений. Какое имеет отношение ругательство к позам, непонятно, но, в принципе, идею можно дальше развивать. Так, вот, с автором этой работы мы только что общались. Его зовут Витя. Вот, иерархия древних людей, начиная от самых-самых древних. Выполнена выжигалкой на доске разделочной. На досках. Почему на досках? Потому что разделочные доски про еду вообще. И древние люди, в каком-то смысле, тоже были озабочены проблемами выживания в жестоком мире. Называется супер-каниво. Так, вот про эту работу я забыл спросить у Вити. Попробуем сейчас разобраться на ходу. Под давлением. Ну вот, форма. Различную деформацию. Начинаю от легких до тяжелых. И насколько я вижу вообще отсутствие полной деформации. Ну, наверное, как-то так начинал свою работу и Джефф Кунт со своими собачками. Так, пойдем. Вот эту работу на стене, которая на клеенке, я тоже не смотрел еще. Да, называется она Плохие дела. Довольно большая. А, это калька, это не клеенка. Ну вот, как бы следует из аннотации, что в принципе ребята думали об одном и том же, когда делались в области. То есть работа в базе, не знаю, преподавательская или кураторская, поставлена как-то немножко по-другому. У меня не было ощущения, когда я смотрел Каму, что ребята и девчата думали об одном и том же. Так, русали хвост. Мне показалось, что его делали просто на живые человеческие ноги, а потом срезали аккуратно. И этот разрез, вот видите, сверху. Государственный флаг Канады и прикреплена к нему летучая мышь в виде скелета. И та же самая судьба постигла черепашку, которая очень хорошо вписалась в японский флаг. Автор Денис Строев. Ну с одной стороны работа дизайнерская, визуальная, но не без каких-то смысловых слоев. То есть как минимум оригинальность замысла в том, что животные как-то соотносятся с политическим, с государственным и с символическим. Потому что в принципе государственные флаги всех стран без исключения это символические изображения. Так, да, еще не показал вот эти классные перышки. Эта работа называется предложение по изменению в облике гербового орла. Все бы хорошо, но эта работа стоит в такой как бы темной зоне и плохо смотрится. Можно было подумать над тем, как ее повесить, ну не повесить, а поставить лучше. Да, вот видно как плохо, что работы висят просто на двойном скотче. Они обкрепляются легко. Ну ладно, если закрыт на это глаза, то что мы здесь видим? Мы здесь видим живопись марка Ротко. Но оказывается, что так видят пауки. Вот, пауки видят как марка Ротко. То есть если продолжать эту мысль дальше, то цветные полотна марка Ротко это то, как видят пауки, наверное, под ЛСД. То есть если это зрение паука без веществ, то под веществами он, наверное, больше становится похожим. Его зрение, картинка на то, что писал Марк Ротко. Такая вот еще есть няшная работа, которая называется... А, она без названия. Мария Ефременко. Папайя. Есть такой экзотический фрукт. Да. И заканчиваем смотр выставки. Вот работа, которая называется, переезд. Что мы здесь видим? Польские сумки. И то, что осталось от кустов картошки. Ну и вот, как мы видим, тут можно легко рассмотреть вредителей. Ну, может быть, надо как-то камеру... О! Ну видно, короче, колорадские жуки. Все время, когда произносишь это слово, так и хочется его испоганить, там, как-то произнести его иначе. Да, но, как нам рассказали и как следует из вот этой вот документации настенной, изначально все выглядело вот так. То есть вот в день открытия, когда они монтировались, это выглядело вот так. Потом пошел процесс. Жучки стали кушать. Кушали, кушали. И постепенно, постепенно, постепенно они сожрали всю картошку. Ну, понятное дело, они размножались. Активно ели. Ну и через уже вот, не знаю, десять дней... Как, выставка открылась двенадцатого, то есть тринадцатого сегодня у нас... Ну да, прошло три недели и вот все, уже кирдык. Так, ну, наверное, я все... А, нет, стоп, я не все показал. Сейчас я еще покажу три работы, но там темный зал. Я не знаю, как у меня это получится сделать. А, нет, это не здесь. Ой, алтарь. Простите, а где же алтарь? А, вот, я забыл еще одну работу. Уголь-стена. Вот она. Ну, это уже круто. Мне кажется, что незаметные работы всегда интересно обнаруживать. В этом такой есть как-то детский эффект первооткрывателя. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Побежали олени. Да, ну и я сейчас покажу еще видео. Если честно тебе видео... А, вот. Да, я еще не показал. Две работы. Вот эта. Фотография с непонятным названием. Кто продает пар от кушанья, тот получит звон от монет. Не мешало бы, конечно, чуть больше контекста. На будущее. Так. Это у нас вещь символизирует хребет животного. А эта вещь символизирует, соответственно, хвосты животного. И работа этой же художницы. Она сама из Якутии. И мы с ней включимся на летней школе в гараже. Ксения Кутина. Так. И все, заканчиваем. Мы в этой темной комнате. И, скорее всего, не будет ничего видно. Пахнет тут, конечно, специфически. Вот, Алекс сделал работу. Собственно, больше ничего здесь нет. Просто вот эти слова. Потом есть гличи. Какая работа. Я так понимаю, с птичками. Так. Алло. Очень токсично. Вот этих птиц я видел в Амстердаме. Просто их там десятки, сотни тысяч, наверное. Как наши головы. И, кстати, я наблюдал примерно такой же самый процесс. Как одна птичка собирает материал для гнезда, на котором сидит его спутница.